Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! И выкладываем на противень. Для того, чтобы нам было проще закладывать его в сковороду. Угу. Перец болгарский. Его мы используем, обратите внимание, двух оттенков, для того, чтобы это было красивее. А на вкус это никак особо не повлияет. Поэтому, в принципе, вы можете взять любой перец, который найдется на вашей кухне. Измельчив перец, приступаем к кабачку. Угу. Это классический набор овощей? Либо, в принципе, их должно быть какое-то количество, и их вариации можем менять? Все зависит от сезона. У нас, в принципе, овощей очень много, поэтому я использую разнообразное количество в этом блюде. И также нарезаем кубиком. То есть, сразу расставляем для себя акценты, что для этого блюда мы можем использовать любые сезонные овощи, за исключением, уж, наверное, совсем нетрадиционных. Главное, чтобы они всегда были свежие и ароматные, ведь именно в хорошем качестве овощей и состоит секрет этого блюда. Крепчатый лук. Видите, довольно-таки много овощей. Угу, это все располучается на одну порцию? Совершенно верно. Угу. Азиаты очень любят много кушать, поэтому большое количество овощей не повредит. В 100 граммах отварного риса чистого, без овощей приблизительно 82 килокалории. Может, именно в этом секрет стройности и всегда подтянутости. Азиатов, действительно, они едят риса очень много. В среднем в день они съедают полкилограмма сырого риса, то есть в отваренном варианте это весь килограмм. И говорят, что именно на этих территориях употребляют его больше всего и выращивают тоже больше всего. Ежегодно человечество употребляет в пищу около 700 миллионов тонн риса. Это невероятное количество, а во всем процессе, от начала выращивания до приготовления уже окончательных блюд задействовано около миллиарда человек на нашей планете. Так что это поистине считается одним из основных компонентов нашего питания. Сковороду нужно разогреть очень сильно, чтобы она дымела. Для того, чтобы овощи не варились, а жарились. Нам нужно состояние аль денте, поэтому их нужно вместе и на большом огне обжаривать. Они не потеряют свою форму и не потеряют свои вкусовые качества. Пока овощи обжариваются, приступим к соусу. Я использую мед. То есть у нас будет кисло-сладкий? Кисло-остро-сладкий. Это традиционное сочетание азиатской кухни. Также беру соус танкацу. Это очень интересный овощной соус. Также немножко устричного соуса. И соуса чили. Соус чили придаст нам немножко островатости и немного сладости. Ну и как же без соевого соуса? Облегчим все это немного водой. Соусов довольно много, но именно такая комбинация создает тот специфический привкус азиатской кухни. Обзавестись этими соусами можно с легкостью в любом супермаркете. Так что экспериментируйте, делайте вашу кулинарию как можно разнообразнее. Тем временем нарежем курицу. Курицу я предварительно отварил. И точно так же нарезаем кубиком. Солить и перчить мы блюда не будем, так как весь вкус придаст нам соус. Овощи поджарились, добавляем курицу. Курицу нам надо только прогреть. Добавляем куриное яйцо. В сыром виде. Мы его сейчас размешаем. У нас получатся такие хлопья. Разбитое и перемешанное яйцо это традиционный прием среднеазиатской кухни. Ну и чуть не забыл в соус положить лимон. Видите, какое разнообразное количество, что за всем не уследишь. Чуть-чуть. Для нашего блюда я использую рис басмати. Он очень хорошо подходит к нашему блюду, так как он рассыпчатый. И теперь самое время закладывать его в овощи. Рис слегка поджариваем на протяжении двух минут. Кстати, если вы выбираете рис на свою кухню, отдавайте предпочтение не шлифованному, а дикому. А если у вас есть возможность выбрать между шлифованным и пропаренным, лучше выбирайте пропаренный. Он гораздо полезнее. Рис поджарился, пришло время заправлять его соусом. Теперь прогреваем его хорошенько еще несколько минут. Рис готов, могу приступать к оформлению. Оформляем очень просто и лаконично. Очень ароматное, красивое блюдо. Рецепт обязательно стоит запомнить. Украшаем зеленым нарезанным луком и кунжутом. В мире насчитывается около полумиллиона самых разнообразных вариаций приготовления риса. Сегодня в нашей копилке стало как минимум на один рецепт больше. В наших программах будем стараться добавлять вам все новые, новые, обязательно вкусные, полезные рецепты. Как всегда в ресторане Кадор на французском бульваре 66 дробь 3. Так что приятного аппетита и, кстати, если хватит терпения, вооружайтесь палочками и начинайте есть вместе с нами.